МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь льгота привязана не к дому или квартире, а к конкретному человеку. То есть получить ее можно уже не на один объект недвижимости, а на несколько. До тех пор, пока сумма таких покупок не превышает 2 миллионов рублей. Что особенно актуально для людей, приобретающих жилье в долевую собственность. К примеру, если раньше муж и жена, купив квартиру за 4 миллиона, вернуть 13% подоходного налога, а в этом суть вычета, могли только с 2 миллионов рублей, теперь получается со всех 4. Кто раньше платит, тот платит меньше. В правительство внесен законопроект о снижении тарифов ЖКХ для тех, кто готов рассчитываться за эти услуги авансом. Скидкой единой не будет. Все зависит от договоренности между собственниками квартир и управляющей компанией. Равно как и управдомы должны договориться с поставщиками ресурсов о бонусе за своевременную оплату воды, света и газа. Продолжников, к слову, тоже не забыли. Размер пени за каждый день просрочки вырастет, согласно документу, вдвое. Если считать годовой процент, получится где-то на уровне ставки стандартного кредита – 17%. И при этом квартиру, на которой висит долг, нельзя будет продать. Сделка не пройдет госрегистрации. Да и в банках такую в качестве залога, а это верный способ занять денег, не возьмут. Бумажный юбилей. Российским наличным исполняется 245. В 1769 году, в период царствования Екатерины II, в оборот пошли первые бумажные ассигнации, мало чем походившие на современные рубли. Ольга Герасименко нашла даже не 10 отличий и еще пыталась заглянуть в денежное будущее. Здесь два волокна, которые оказались видимыми, яркими. Машина восприняла как лишний элемент. Лишних и сомнительных элементов на деньгах быть не должно. Достаточно непрокрашенного фрагмента или метки, не отразившиеся в ультрафиолете. Купюры отправят на утилизацию. Совпадать должны десятки параметров. А вот первые бумажные рубли от бумаги отличались лишь водяными знаками. Вот он в укропненном виде. Тут можно прочитать, да, «Любовь к Отечеству», «Гостаферская казна». Директор Музея денег по бумажным купюрам рассказывает историю страны. 1915 год. Высокохудожественные деньги царской России сменяют маленькие неказистые деньги марки. У них не было защитных знаков, да, это удивительно. По-моему, по простоте их превзошли только керенки. Просто распечатанный рисунок на простой бумаге, они разрисались ножницами еще. Поэтому на некоторых экземплярах можно увидеть следы от ножниц, что они неровно отрезаны. Среди экспонатов музея. Бумажные копейки и 4,5 рубля одной купюры. Банкноты сталинской поры по личному распоряжению, сделанные похожими на царские. А на этих деньзнаках могла быть женщина с ребенком. Но при приемке решили, герой-летчик будет смотреться лучше. А в новейшей истории, после распада Советского Союза, в обращение едва не попали рубли с портретами русских художников, поэтов и композиторов. Чайковский, Пушкин, Менделеев, Суриков, причем в разных вариантах и в разных контекстах, в разных сериях. Очень жаль, конечно, что это не пошло. И в очередной раз просто сказали, ну давайте, уже надоели эти портреты, давайте сделаем пейзажи. Рисуя на гузнаке в 90-е стрелку Васильевского острова, гравер Юрий Ковердяев не предполагал, его работу будут тиражировать до сих пор. Ведь тонкости в производстве денег достаточно. Перфорации, защитные металлические нити, краски с радужным эффектом, голограммы и рельефные штрихи. Защита элементов не всегда видно, но они всегда есть. На пятитысячной купюре красивый пейзаж река Амур, хотя если присмотреться, это не просто картинка, а расположенные в случайном порядке мельчайшие рисунки. Среди них буквы, например, ЦБРФ, изображение деревьев и даже силуэты животных, медведей и тигров. Олимпийская сторублевка воплощения современных технических разработок стала еще и первой в российской истории памятной купюрой. В ней появилось пластиковое окошко, отечественное ноу-хау. А в будущем в ней гузнак, возможно, придумают, как вмонтировать в каждую банкноту электронный чип. Уже есть тонкие микросхемы, которые можно вставить в бумагу. К сожалению, пока на них не очень много информации можно записать, поэтому пока это все эксперименты. Но вполне вероятно, микросхема может быть одним из элементов защиты банкнота, использоваться, например, для машинной обработки. Пытаясь сделать бумажные деньги более долговечными, Австралия и Канада стали печатать их на полимерной пленке. К 2016 году пластиковые фунты появятся и в Великобритании. Но такие купюры, оставленные на солнце, могут расплавиться, а при сильных морозах и вовсе сломаться. Поэтому на бумажные деньги в мире в ближайшее время будет спрос, говорят на гузнаки. Ведь отечественную банкнотную бумагу покупают 20 стран мира. И несмотря на растущее число безналичных расчетов в России, купюры в обращении меньше не становятся. Ольга Терсименко, Ксения Буманова, Первый канал. Праздники удались. По крайней мере, продавцы продуктов и промышленных товаров получили выгоду, на которую рассчитывали. А стало быть, россияне денег не пожалели. Что касается продовольственных магазинов, продажи в последнюю неделю декабря подскочили в супермаркетах на 30-40%. Кассу сделали в первую очередь овощи и фрукты, игристые вина и мясо птицы. Что касается подарков, ювелирные салоны даже вечером 31-го не пустовали. Многолюдно было в магазинах игрушек и бытовой технике. В отдельных точках продажи за месяц подскочили аж на 80%. Но средний чек снизился, что связывает с падением цен на смартфоны и планшетные компьютеры, возглавившие рейтинги подарков. Рекорд поставлен и в кинотеатрах. В первые выходные нового года кассовые сборы оказались на треть выше, чем годом ранее. При том, что средний билет подорожал лишь на рубль. Субтитры создавал DimaTorzok